Полиция знала об этой маленькой девочке, спящей в парке, около недели. Они хотели помочь ей, но она каждый раз решительно отказывала им. Но этого было достаточно, и они решили проследить за ней, чтобы выяснить, что происходит. И то, что они узнали об этой бедной маленькой девочке, потрясло офицеров до глубины души. Офицеры не были уверены, что им теперь делать. Они проследили за предположительно бездомной девушкой после того, как она покинула парк этим утром, как им и было поручено, но они никак не ожидали, что она оставит их здесь. Вскоре после этого они выяснили, почему девочка решила каждую ночь спать в парке одна. В этом был большой смысл, но полицейским все равно было трудно смириться с этим. Они хотели помочь ей, но знали, что не смогут. Полицейским пришлось смириться с решением девушки, но вот с чем им не пришлось смириться, так это с ситуацией, которая вынудила ее принять это решение. Но почему девушка каждую ночь спала в парке? Куда она привела полицейских и что они могли сделать в этой ситуации? В первую же ночь, когда люди увидели ее спящей на скамейке в парке, они уже вызвали полицию. Бездомные здесь были не редкостью и в основном они не обращали на них внимания, но вид маленькой девочки, по-видимому, разбил сердца многих людей. Как и следовало ожидать, полиция прислала офицера, чтобы поговорить с маленькой девочкой и узнать, может ли он ей помочь. Может быть, отвезти ее к родителям или в приют для бездомных, но маленькая девочка не хотела иметь с ним ничего общего и решительно отвергала все их ухаживания. Полиция не могла заставить кого-либо обратиться за помощью, поэтому им пришлось оставить маленькую девочку в покое, но они были недовольны этим. И было также не похоже, что они могли забыть о маленькой девочке, поскольку люди начали звонить о ней каждый вечер и каждое утро. Очевидно, что с того самого первого столкновения она каждую ночь ночевала в парке. Мягко говоря, очень тревожная ситуация, потому что никогда не знаешь, кто мог бы счесть эту девушку легкой добычей. По ночам город прочесывали очень плохие люди, но за последнюю неделю полиция начала замечать и кое-что странное. Обеспокоенные звонки о маленькой девочке поступали только поздним вечером, ночью и ранним утром, но в течение дня, казалось, никто ничего не мог сообщить о ней. Возможно, люди видели меньше опасности, когда бездомная девочка была в сознании, но в то время в парке было гораздо больше людей, и можно было ожидать, что о ней поступит как минимум пара звонков. Возможно, в это время она занималась чем-то другим. Было ясно, что что-то происходит. Они испытывали смесь любопытства и беспокойства. Это действительно была тайна, которую предстояло разгадать, но более того, они боялись, что жизнь молодой девушки может быть в опасности. Они знали, что им придется найти решение. Были назначены два офицера-новичка, и их инструкции были просты. Они должны были присматривать за молодой девушкой, пока она спит, и незаметно следовать за ней, когда она проснется. Это казалось достаточно простой задачей, и офицеры были отправлены в путь, как только раздался первый телефонный звонок за ночь. Полицейские прибыли в парк немного позже. Девочка расстелила на скамейке свое одеяло и плюшевого мишку и крепко спала, поэтому не было ничего удивительного в том, что на нее обрушились звонки. В конце концов, это происходило каждую ночь, но впервые они смогли сообщить, что расследуют это дело. Полицейские припарковали свои машины на другом конце улицы. Они делали все возможное, чтобы не шуметь, и посменно наблюдали за спящей девочкой. Ее безопасность была приоритетом, и не стоило предупреждать ее или кого-либо еще об их присутствии. Однако завтра будет другая история. К счастью, ночь прошла без происшествий. Кроме нескольких взволнованных незнакомцев, никто, казалось, не общался с молодой девушкой. Вместо этого кто-то позвонил ей, чтобы спросить, не нужна ли ей помощь, а другие быстро проверили дыхание или позвонили в департамент, чтобы сообщить о бездомном ребенке. Но, как назло, на этом все и закончилось. Больше никто ничего ей не сделал, и они были благодарны за это, так как ночью это была не самая безопасная часть города. В конце концов, реакция девушки осталась прежней, она отказалась от какой-либо помощи и просто снова уснула. Правда, несколько человек. Полицейские новички заметили, что несколько человек едва обратили внимание на спящую подругу. Большинство из них были владельцами собак, которые, вероятно, сталкивались с ней каждую ночь. Местные жители знали, что девочка отвергла помощь незнакомцев, но это вызвало еще больше вопросов. Если девочка действительно спала только по ночам, то почему здесь? Еще до того, как они поняли, что наступило утро, офицеры устали, но это была отличная тренировка для наблюдения. Они также знали, что это было самое критическое время, поскольку им нужно было быть начеку, чтобы должным образом расследовать то, что произошло с таинственной девушкой в течение дня. Теперь все, что ей нужно было сделать, это проснуться. Некоторое время спустя двое полицейских наблюдали, как молодая девушка встала. Солнце еще не взошло, и утренняя толпа должна была собраться только через несколько минут. Тем не менее, девушка быстро управилась с работой. Она собрала свои вещи и аккуратно сложила их в сумку. Полицейским было ясно, что у нее свой распорядок дня. Они видели, как она встала со скамейки и бросилась к выходу из парка. Маленькая девочка двигалась быстро, в то время, как полицейские следовали за ней на близком расстоянии. Им хотелось ускорить шаг, но они знали, что не могут рисковать попасться ей на глаза, поскольку у нее могли измениться планы на утро. Как только парк оказался на некотором расстоянии, маленькая девочка, казалось, перестала быть сосредоточенной на цели своего путешествия. Сначала они забеспокоились, что она каким-то образом заметила за собой хвост, но вскоре стало очевидно, что она просто не торопилась, пробираясь по оживленным улицам города. Но она сделала нечто тревожное. Полицейские ожидали, что она останется среди толпы на оживленной улице, но вместо этого она направилась в противоположном направлении, в заброшенную часть города. Это была самая старая часть города, и она потеряла большинство своих жителей во время реконструкции города. Так что же она могла там делать? Теперь копы были по-настоящему сбиты с толку и очень обеспокоены. Если девушка действительно была бездомной, то она не ошиблась в выборе пути. Казалось, ее не интересовало сидеть в толпе, но вместо этого она шла вперед, не обращая внимания ни на людей на улице, ни на других бездомных, которые сидели с плакатами. Молодая девушка шла еще некоторое время, но как только они замедлили шаг, она резко повернула налево между домами. Полицейские с удивлением наблюдали, как она остановилась перед домом и постучала, но еще более удивительным было то, что дверь открылась, когда она вошла через несколько секунд. Дом был старым и обветшалым, но не казалось, что он может рухнуть в ближайшее время. Итак, если внутри были люди, которые явно знали и приветствовали ее приход, почему молодая девушка каждую ночь спала в парке и чем занимались люди внутри? Полицейские наблюдали за происходящим с безопасного расстояния. Как только дверь закрылась, они последовали за ними. Добравшись до входной двери, они постучали и объявили о своем присутствии. Но, к их удивлению, их встретила тишина, и никто не двинулся с места, чтобы открыть дверь. Что происходит? Полицейские были озадачены таким поворотом событий. Они знали, что в доме кто-то есть, по крайней мере, маленькая девочка, и тот, кто открыл ей дверь несколько мгновений назад, были там, но ответа не последовало. После нескольких минут ожидания один из офицеров заметил, что занавески колышутся с одной стороны. Кто-то действительно наблюдал за происходящим. Офицер, заметившая занавески, подала знак своему напарнику, который, понимающий, кивнул. Они постучали еще раз, на этот раз громче, и настояли на том, что выезжают на экстренный вызов. Они попросили осмотреть дом и убедиться, что он соответствует нормам безопасности, но ответ, который они получили, был неожиданным. Это правда, что это была просто уловка, чтобы заставить ребенка или кого-то, кто был с ней, открыть дверь, но, к их удивлению, полученный ответ положил конец их планам. Из-за двери донесся слабый, но уверенный голос. «У вас есть ордер, офицер». Друг офицера. У них, конечно, не было ордера на арест. Ни один судья не выдал бы его, имея так мало доказательств. И они оказались в тупике. Но теперь они точно знали одно. Кто бы ни был связан с маленьким ребенком, он был достаточно стар или осведомлен, чтобы запросить ордер. Хотя ситуация, казалось, только усложнялась, офицеры чувствовали себя поставленными в тупик. Они могли бы сказать, что происходит по меньшей мере что-то подозрительное. Доказать судье, что это того стоило, было практически невозможно. Тем временем им нужно было разработать план. У одного из офицеров появилась идея. Кошлянув, она заговорила. «Думаю, нам все-таки придется пойти и забрать этот ордер. Должно пройти около часа, верно». Офицер улыбнулся и кивнул, прежде чем выкрикнуть свое согласие. Затем оба офицера направились к своей машине, которая умчалась прочь. Но они направились не в участок. Вместо этого они припарковались в квартале от него и сели в машину. Они вернулись на дежурство в засаде. Это правда, что у них было мало шансов получить ордер. Но тот, кто находился за дверью, этого не знал, что давало им прекрасную возможность наблюдать за домом и, возможно, получить вероятную причину, необходимую для получения ордера. Полицейские снова сменились, наблюдая за ситуацией. Но, как и прошлой ночью, ничего не произошло, по крайней мере, ничего такого, что могло бы послужить основанием для выдачи ордера. Из дома доносились негромкие звуки, но из-за задернутых штор в тускло освещенном помещении было невозможно определить, что происходит на самом деле. Полицейские начали опасаться, что их подозрения были справедливы. Неужели они потратили целый день на наблюдение за неофициальным убежищем? Как только они собрались вернуться в участок, чтобы сообщить о своих находках, ситуация внезапно приняла неожиданный оборот. Входная дверь открылась, и на этот раз из нее вышла не просто маленькая девочка. Полицейские не поверили своим глазам, из дома вышли несколько детей. Все они были одеты в поношенную и невзрачную одежду, некоторые из них были без обуви, но у всех у них была одна общая черта – они несли совершенно новые невзрачные рюкзаки. С этим, безусловно, было над чем поработать. Офицеры застыли в шоке, теперь у них не осталось сомнений, что происходит что-то подозрительное. Они решили проследить за маленькой девочкой, которая, как они заметили, была среди детей с рюкзаками, в конце концов, она была их первоначальным заданием. Но они были быстро прерваны появлением новой группы детей. Теперь это становится интересным. Как и те дети, которые вышли из дома, эта пара была одета также потрепанно с такими же невзрачными рюкзаками в руках. Но они заметили, что две группы разделяло одно обстоятельство. Эти рюкзаки казались намного легче, что же они несли. Один из полицейских быстро достал сотовый телефон и начал записывать происходящее у них на глазах. Не было сомнений, что это было достаточно подозрительно, чтобы создать достаточную причину. Правильный окружной прокурор, несомненно, в кратчайшие сроки выдал бы им желанный ордер, но нужно было сделать что-то еще. Полицейские договорились разделиться, так они смогут охватить большую территорию. Один из них останется и будет ждать ордера, в то время как другой последует за девушкой, чтобы посмотреть, не направляется ли она снова в парк, или не происходит ли что-то более тревожное, как они подозревали. После того, как было продемонстрировано видео и приведены доказательства, судья был более чем согласен с этим. Тот факт, что в деле были замешаны дети, еще более усилил необходимость раскрыть его до того, как произойдет что-то фатальное. Ордер был подписан и было вызвано подкрепление, но на другом конце города второй полицейский наткнулся на что-то тревожное. Полицейские машины были загружены, и для контроля за операцией был вызван представитель службы защиты детей. Хотелось надеяться, что с этим делом разберутся быстро и осторожно, но никто из офицеров не чувствовал себя спокойно. Они все знали, что происходит что-то ужасное, и их возмущало, что в это втягивают невинных детей. Вскоре полицейские прибыли на место происшествия, на этот раз они объявили об ордере и потребовали, чтобы их впустили, но ответа по-прежнему не последовало. Полицейские знали, что в доме находятся маленькие дети, и, чтобы избежать каких-либо опасных поворотов, они ворвались в дом и объявили о своем присутствии. Офицеры были шокированы происходящим перед ними, они быстро проверили дом на наличие оружия или враждебно настроенных взрослых, но эти офицеры были не единственными, кто стал свидетелем чего-то шокирующего. Полицейский, который должен был следить за молодой девушкой, был удивлен, увидев, как она принимает таинственную посылку. Внутри дом выглядел еще хуже, чем снаружи. В нем пахло несвежей едой и грязными детьми. Полы разваливались, а стены были в пятнах. Дом был полон детей, некоторые спали на полу, обложившись чем-то вроде своих ценных вещей, а другие сидели за столами и переупаковывали бутылки с водой. Все это испытание было душераздирающим. Позже полицейские выяснили, что владелец дома заманил бездомных детей в свой дом, пообещав им убежище в обмен на небольшую стипендию в приюте, в то время как он использовал детей для производства и транспортировки продуктов. Другой полицейский, который следил за маленькой девочкой, видел, как она принимала аналогичную пищу, прежде чем вернуться в парк. Все бутылки были изъяты и отправлены на экспертизу. Пока детей выводили из дома, маленькая девочка объяснила, что выбрала парк, потому что в доме было слишком тесно для сна. Сотрудники полиции были рады забрать детей из дома и быстро возбудили дело против владельца дома. Он был арестован и ожидает суда, поскольку занимался эксплуатацией детского труда и множеством других незаконных действий, но они все равно беспокоились за детей. Всех детей забрали службы защиты детей и, к счастью, в течение нескольких месяцев многие из них были возвращены своим родителям или ближайшим родственникам, в то время как другие были переданы в приемные семьи, некоторые из которых были усыновлены. Но больше всего людей интересовала маленькая девочка, из-за которой все это началось. Хотя представители органов опеки и попечительства пытались вернуть ее домой, вскоре выяснилось, что она сирота и у нее нет близких родственников. Маленькая девочка настаивала на том, чтобы ей разрешили вернуться в парк, но это было незаконно, поскольку она несовершеннолетняя. Вместо этого ее поместили в приемную семью и разрешили часто посещать парк, так как там она чувствовала себя как дома.